Папа занял место мамы. Я немножко устала, сегодня голова болит. Они его больше, чем меня слушают. Сынуля, сынуля, что ты там делаешь? Кормить надо их скоро. Хотела спросить у девочек, которые уже вводили брекон своим деткам. У меня есть каши, которые я привозила с Дагестана. Я вам покажу их как-нибудь во влогах. Нет, вот когда покажу, тогда, наверное, я спрошу, не буду пока спрашивать. Солнышко. Опять на люстру смотрит. А, ты мамина красавица, да? Да, маленькая моя, да? Да, мы только проснулись. Солнышко мамина. Мамин птенчик. Ты птенчик, мамин, да? Да, да, ты самая красивая на свете, да? Самая умная, да? Самая любимая, да? Самая долгожданная, да, мамина? Мама и папа меня очень-очень долго знали, да? Она иногда прям такой ангелочек-ангелочек. Это такие редкие моменты. Да, мамина? Да, солнышко мое. Потягушки-потягушки. У нее частенько бывает носик красный, не знаю почему. Птенчик? Захрашка? Захра, мамина, девочка. О чем задумалась, а, принцесса? Принцесска, о чем задумалась? Братик спит наш, на улице дождь идет. Сегодня такая погода, в которой хочется сидеть дома, пить чай и смотреть в окошко. Да, мамина? Да? Ты будешь пить чай с мамой? Будешь? Смешная такая она будет. С ней, когда разговариваешь, она очень внимательно всегда слушает. Это сейчас она на меня смотрит. Такое ощущение, как будто смотрит в сторону. Не знаю, почему телефон так снимает, но смотрит она вот на меня. Мамина, девочка, телеска, птенчик мой, это мой птенчик. Особенно, когда я губы накрашу ярко, они меня так разглядывают вдвоем. Сыну ли это вообще, конечно, он на меня такими глазами всегда смотрит. Я понимаю, что такими глазами на меня не смотрел, с такой любовью на меня не смотрел никто и никогда. Ты прям чувствуешь эту любовь, видишь. Это невозможно скрыть. И в такие моменты моё сердце прям тает. Да, мамина? Да, принцесса. Принцесса? Она на своё имя так не отзывается, как на принцессы. Потому что мы её, в принципе, постоянно принцессой называем. Вот видите, у неё местами нет волосиков. Это где её голова обтирается. У сына уже более-менее начинает расти. А она же постоянно почти в лежачем состоянии. Что ты там мотаешь? Что? Что мотаешь головой? Ой, ну да. Потягушки, потягушки. Ой, ой. А как она любит потягушки, когда за ручки её тянут. Принцесса? Говорят, она становится на меня похожей. Не знаю. Пока не вижу. Но очень хотелось бы. Да? Ты будешь на маму похожа? Ну, я... У неё своё сейчас занятие. Подтянуться. Ты будешь на маму похожей? Неважно на кого. Главное, чтобы она была здоровой. Чтобы оставалась такой же хорошенькой, здоровой, умной девочкой. Привет, мои хорошие. Каши в прикорме. Я хотела добавлять понемножку в смесь. Хотелось бы узнать ваш опыт. Как раз-таки тот случай, когда я спрашиваю советы. Так что можете смело советовать. Я почитаю и посмотрю, какой способ мне будет более приемлем. Спасибо заранее за советы. Что на ужин? Сегодня Зулечка готовит запеканку. Там картошка, фарш, помидорчики и сыр. Честно сказать, духовка у нас со странностями. Всё, что готовится на 180 градусов, здесь на 220, по-моему, надо готовить. Картошка ещё не готова. Картошка так быстро не бывает готова. Моя духовка в Дагестане намного лучше. Твоя духовка, наверное, раньше, которая была, да? Какая? Ну, производство. Электричная, которая стояла вот там. Я что, помню, что ли, что там стояло? Эх, пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас число, даже не знаю какое, день в неделю, не знаю какое. Знаю, что сейчас 10 часов в гости утра. Мы с мужем едим по делам насчет моего гражданства. Где-то нужна моя подвес, по-моему, это точно не знаю. Полчаса назад проснулась и бегом. У нас на окно ещё практически до конца не рассвело, можно сказать. Почему так? Потому что идёт дождь весь вечер, всю ночь. Дел дождь сейчас тоже прям, он прям льёт. Хоть мы были с зонтом, пока до машины даже добрались, я немножко намокнула. Детки спят, остались с Юлечкой. Они будут, в принципе, спать часов до 12, потому что они очень поздно засыпают. Но я думаю, что Юлечка справится. Они капризные у меня вообще ближе к ночи. Больше капризные, чем к нём. Это, можно сказать, не только второй дешевых, это наш совместный с мужем. Он тоже не выспался, а он ночью вставал к дочке. Она капризничала очень. Мы уже пытаемся, знаете, раньше они у нас к трем засыпали. К трем, к четырём. Я сейчас стараюсь каждый раз на полчаса раньше уложить. Вчера получилось, на полчаса раньше они заснули. Вчера она где-то 11.30-12 уже не спала. Просыпалась, конечно, но не так уже, чтобы прям бодрствовала просыпалась. Просыпалась, мы её обратно усыпляли. Вот. Ещё заметила, что у моих детей последние два дня нет особого аппетита. Они у меня уже полностью перешли на смесь Аптамил местного производства. Семилак уже нет в рационе. И что-то аппетит у них так пропал. Я надеюсь, это с смесью не связано. Я буду на это надеяться. Кстати, смесь Аптамил, она слаще, чем Семилак. И не пахнет рыбой. Семилак очень сильно пахнет. Даже мне было им приятно. Но дети ели и ту, и эту. В принципе, там и ту плетали, и эту едят. Но ночью плохо ели эту смесь. Ещё раз повторюсь. Утром дочь и поела, сынуля тоже не очень поела. Ну, посмотрим. Буду ещё наблюдать, пока мы будем это делать рано. Вот видите, да, мы с мужем выехали вдвоём в город. И всё равно все разговоры о детках, о моих малютках. Ещё последние три дня дочь очень капризная. Очень-очень прям. Она и так капризная, но последние три дня у неё прям, можно сказать, рот не закрывается. Всё время, да-да-да-да-да. Она всё время хочет, чтобы прям возле неё был кто-то. Ну, нужно ей это пережить. Никуда не денешься вот этого. Всё, закрываюсь. Куда приду, там, наверное, снимать не буду всё-таки. Хотя, чёрт его знает. Чёрт его знает. Сразу скажу, на мне, что надето. На мне пальто с Алиэкспресс. Кофточка свитерок тоже с Алиэкспресс. Брошь с Алиэкспресс. Сумочка оттуда же. Джинсики оттуда же. Только обувь местного производства. На всё, если не забуду, я оставлю ссылочки, если они работают, конечно. Потому что это всё приобреталось в прошлом году. Да. В этом году... Нет, в этом году я не буду говорить. Как я приехала в Турцию, я себе ещё ничего не заказывала. Не, заказала пару штаней. Пару брюк заказала от него. Ладно, закрываюсь. Сейчас я вам покажу, как льёт этот дождь. Вот смотрите, как он льёт. Вот, посмотрите. И вот так всю ночь без остановки ещё гром постоянно гремел. Хорошо, у меня дети не пугаются грома. Даже Зулечка пугается. Вот. Серо. А ещё пару дней назад было голубое небо. Красивое, красивое и солнышко. Ну, это, знаете, нормальная измирская зимняя погода. Вот такая вот у нас зима. Итак, едем мы уже домой. Все наши дела на сегодня закончились. Все бумаги мы сдали для получения граждан со всей нашей бумажки. Уйдут в банкару. Точнее, все бумаги, чтобы она набилась. Копия паспорта моего. Копия свидетельства о рождении. Ещё что-то. И копия нашего свидетельства за регистрацией брака. Ну, всё вроде. Потому что ничего. Оплатили мы 540 лет. В конце прошлого года мы получили от гражданства дети. За двоих детей оплачены 900 лет. В этом году за одну минуту у меня 540. Так как каждый год на всё цены повышаются. Вот. А теперь осталось только ждать ответа из ангарии. Кстати, по поводу свидетельства о рождении. Мне вот сколько говорили, что нужно апостиль сделать в России. Я не делала апостиль. Проблем с этим нет. Мы в свидетельстве о рождении новая образца. Уйдёт в Ангару и там его запастись. Вот так. Потом вернётся измерно. Всё, закрывается. Еду домой к деткам.